На барсе выпускник филологического факультета ИФГУ, писатель-фантаст Аркадий Шушпанов. Гость расскажет про свой первый писательский опыт, работу на телевидении и в тематических журналах, а также про совместную работу с другими популярными фантастами. Аркадий поделится интересными историями, секретами писательского мастерства и даст советы новому поколению начинающих авторов. Добрый вечер, сегодня на барсе писатель Аркадий Шушпанов. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Спасибо, что пришли, что нашли время в ФГУ. Вы учились на филологическом факультете. Что выпускник в первое время делает? У вас достаточно насыщенная была история, как я знаю, телевидение, педагогическая деятельность. Немножко про вот этот период, после того, как вы стали выпускником. Расскажите. После аспирантуры я начал работать на местном телевидении. Тогда был такой канал «Сервис ТВ», Андрей Юрьевич Апарик его возглавлял. Просуществовал, наверное, где-то до десятых годов примерно нынешнего столетия. Вот первые семь лет я такую школу получил. Сценарий я писал не к кинофильмам, сценарий я писал к рекламным роликам, к телепередачам. Позволило мне потом чуть ли не профессиональным кинокритиком стать, потому что мы делали в том числе тогда. И тогда еще фильмы были на видеокассетах. Интернет тогда еще был очень молодым в таком зачаточном состоянии. В большом счете, я его впервые увидел на этом телевидении. Ну, так вот, серьезно тогда. Мы делали передачи о кино длительное-длительное время, там, пять лет, на пять лет я колонку в московском журнале «Еслиф», в журнале «Фантастики» дал такую школу журналистку. У меня нет журналистского образования, но все-все ручками пришлось. Подходит. Вы в конечном итоге состоялись как писатель. Какие-то первые опыты, наверное, связаны с детством, с юношеством. Да. Первый опыт, кстати, тоже был в детстве, как это не смешно. Мое, скажем так, увлечение писательством, можно так сказать, оно как-то связано с моей нынешней текущей работой дефектолог. Вот так вот, не знаешь, как жизнь вот так вот повернется. В школу пошел, еще не умею читать и писать. Учился там, но я был очень неусидчив. Нужно было как-то меня удерживать за столом. Может быть, сейчас бы мне поставили диагноз синдром гиперактивности и так далее. Тогда еще этих диагнозов не существовало. Может быть, существовало. Я имею в виду не так активно ставлю. В общем, неусидчивость была налицо и серьезная. И мама придумала, как меня удержать за столом. А у моего друга Сашу Ульяну, сейчас он солидный человек уже, Александр Вадимович, у него была книжка «Плутония». В советской такой серии «Библиотека фантастики и приключений», по-моему, она называлась, такая в рамочке, с гравюром. Я был первоклассник, я ее толком прочитать еще не мог. Он был на год старше, он мог ее прочитать. Он не рассказывал, что там происходит. Но там есть фигуры динозавров, тогда я смотрел, а книга про динозавров, опять-таки, не такой большой выбор был, как сейчас. И мама предложила, давай ты сам «Плутонию» напишешь, свою версию. И вот я стал писать «Плутонию». То есть я писал там главки по четыре где-то строчки, основную часть на странице тетрады я рисовал. Ну, тетрадка вот не сохранилась, но вот получилась такая вещь, что он каждую книжку, которая в детстве производила впечатление, стал пытаться переписать по-своему. У меня был там свой вариант «Человека-невидимки», где-то даже в домашних архивах «Человек-амфибия» сохранил свой вариант. Такие авторские ремейки. Да-да-да, это первую такую повесть, которую я вообще до конца дописал, вот, например, тетрадочку до конца закончил, это был фактически такой свой вариант «Лилового шара» получил. Начало 80-х, тогда ещё все пацаны Советского Союза, ещё тогда мечтали всё-таки стать космонавтом. Он хотел стать космонавтом, всех знал, сейчас не знаю, всех знал по именам, знал, когда кто летал, на чём летал и прочее, и прочее. Здоровье. Понял, что по здоровью как-то не пройду, и тут перещёлкнуло. Это где-то было тоже в начале, что в космос, ну, вряд ли космос возьмут. Про космос можно писать. Да. Это же идея. Да, в одной такой пути. Да-да-да, вот-вот-вот-вот-вот. И так вот, да, и вот после этого, да, реально, после этого уже, наверное, плюс-минус боли сознания. Ну, тогда всё это было ещё очень подражательно, очень долго подражательность преодолел. Ну, мне пришлось преодолевать, но, наверное, до сих пор не преодолел до конца. Всё дальше, 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 дальше в это заходил. А участие, вот, допустим, в писательских встречах, в фестивалях, вот это началось в студенческий период или чуть-чуть позже? Нет, это позже. То есть сначала, то есть я лет до 30 вообще никуда не выезжал, то есть мы занимались здесь, то есть сначала был школьный кружок, я ввёл Марк Юрьевич Анциферов на непокойность, что она же... Потом со мной классно рукой занималась, я ленополотные фильмы, вот сейчас она на пенсию уже. А потом литературное объединение при Ивановской писательской организации его Евгений Дмитриевич Голотов вёл. И только вот после 30 лет я начал в конференциях участвовать, но они тогда, опять-таки, распространение появили, получили уже такие серьёзные, ну, уже в 21 веке. Стало проводиться крупнейшие конференции по фантастике на территории... Даже не идёте, на постсоветском пространстве, да, Роскон. Она до сих пор проводится. И тогда она вот гремела, 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 поэтому хотел сюда попасть. Это серьёзно меняет взгляд. Всё равно, что вот есть гора и есть подножие горы. Как устроена гора, вроде, снизу тоже видно, да, что вот там... А когда я начинаю туда тянуть, то про эту гору всё больше и больше понимаешь. Правильный всё равно, наверное, был подход. То, что вы оказались там уже в достаточно таком возрасте, да, в 30 лет. Не раньше туда приехали, да, вот эти фестивали, мероприятия. Мы с коллегами беседовали вот об этом, ну, так сказать, кухонный разговор. Споры периодически постоянно возникают. Нужно это, не нужно. Помогает, не помогает. Есть, да, вот этот спор. Да, да, такие вечные споры, потому что, а что Стругацкие там куда-то ходили, что ли, да? Да, да, ну, тусовки вот эти писательские. Да, 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 их не было просто физически. Да, же Ефремов куда-то ходил, же Рэй Брэдборид, что ли, куда-то ходил, да? Стивен Кинн куда-то ходил. Да, Стивен Кинн ходил, кстати. Ответ простой на самом деле. Такие вещи помогают, хорошо помогают, когда ты уже что-то можешь, сам что-то умеешь, и когда хоть что-то. И когда у тебя есть много вопросов, а как ещё лучше? Когда ты не хочешь научиться писать, а когда ты хочешь научиться писать ещё лучше. Когда есть чем работать, есть, например. А когда ты хочешь писать, книжку научился написать, книжку написать можешь, а хочу популярную написать. Нет, хотя бы нормальную сначала, потом уже популярную. Ну, читабельную, скажем так, я могу, друзья читают, вроде нормально, писательские организации, тебя обсудили, вроде как отругали не сильно уже хорошо, взрослые такие писатели. То есть уже можно что-то делать, но хочу большего, хочу общеинтересную такую книжку написать, чтобы большему количеству людей она была бы интересна. И вот здесь уже нужны подсказки тех, кто такие книги умеет писать. И они появились. Да, 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 и они иногда очень такие трезвляющие. Вот эта история с дозорами, очень интересная, она появилась в 10-х годах, по-моему, уже, да? Да, в 12-м. Да, в 12-м году. Началось всё в 12-м году. Какой первый дозор у вас был? Это вот был новогодний дозор, это, по-моему, сборник. Ну, это был сборник, это был не посвящён дозорам, там просто был рассказ Сергея Лукейнг с таким названием. Естественно, этот рассказ Сергея Лукейнг, естественно, его сделали заглавным. Вполне логично. Тогда только идея сама возникла. Возник этот популярный тренд, который продержался лет 10. Не ошибаюсь, это началось, значит, сбор начался в 2009-м году с серии «Этногенез», которая очень долго держалась. Опыты делались долго до. Никогда Даниш Перумов там рассказывал, что первые попытки по своему миру делать с другими авторами, у него ещё в начале 21-го века были. Просто они такого всплеска из интереса не вызвали. Первый такой межавторский проект, которым я участвовал, проект по произведению Перумова, а не по произведению Лукейнг. Но они возникли примерно в одно и то же время. Просто Перумовский быстрее удалось всё запустить. Фактически, что я помню, я писал один роман и одновременно писал развернутый план уже дозора. Действительно верное, наверное, решение, потому что многие авторы, они изначально хотят свою серию, а здесь вот есть возможность уже подключиться, стать там вообще у изголовья серии, стать автором в команде и уже состояться внутри вот этой серии и потом уже прийти к своим каким-то более там работам. Фактически, да. Причём, более того, тогда вообще вот на том срезе, вот на том вот, наверное, вообще не было других возможностей, никак не странно. Многие этого не понимают, как бы. Просто не было, да. Я сначала вообще отказался. Я не могу, у меня не получится. То есть, вот я по поводу, особенно вот Перумовский. Николай Данилович объявил, что вот мы... Было предложение, да? На конференции, да, был мастер-класс, вот все пишем. Давайте, ну, кто может, да, пишем все, значит, сдаём. Кто не сможет отвалиться. Ну, да, сдаём синопсисы, все пишем, я говорю, я не могу, я не умею, да, тем более так, тем более быстро, а тогда ещё, то есть, там надо быстро уметь. Да. Там и работает, когда это делать и так далее. Научился. Оказалось, что это возможно. Одна идея, вторая идея, там тут придумал, там придумал. Тоже разговаривали не так давно, что любопытно, что вот те, кто начинал дозоры, у них как-то вот, ну, они начинали, и всё. То есть, и кто куда разошлись мы. Так вот, а вот те, кто продолжал дозор, у многих уже свои какие-то серии есть, да, кто первый роман издал именно там, скажем так, а сейчас уже имеют такие длительные, достаточно такие раскрученные. Ну, подрасписались, что называется, я думаю. Ну, опять же, вот эта командная игра, она стимулирует, на самом деле. Есть у вас даже пример того, что вот эти книги переводились на другие языки. Было дело. Болгария, Германия. Какой-нибудь интересный фидбэк, отзывы, что-то вот интересное приходило оттуда? Там просто смешное приходило. Они же там ещё более ушлые, так сказать. Соответственно, они что сделали? Акулы, акулы. Ну, да, да, да. Меня предупредили, что будут печатать за рубежом, но у нас-то печатают как, две фамилии на обложке? А там будет одна, Сергей Лукьян. А не волнуйся, там уже такое было, уже печатало. Ну, уже было. Как говорится, мне-то чего. Ладно, ладно, естественно. Это в Германии выходил до закона. У меня, кстати, нет в бумажном варианте авторского экземпляра. Тем более, кто же будет давать авторский экземпляр автору, которого не существует? Ну, они, естественно, у них тоже есть законодательство какое-то, и подобно тому, как наших авторов, которые писали под псевдонимами, их часто вычисляют под тем, что там копирайт-то указан не на псевдоним, а на настоящую фамилию. Вот Макса Фрая, насколько по нему вывели на чистый он, насколько, ты скажешь, что права-то на кого. И там у них нужно было подписать всё-таки где-то мелким шрифтом, потому что там два человека. Я залез в тамошний интернет, скопировал себе отзывы тамошние на немецком языке. Понятно, что гугл-переводчиком их перевёл, и вижу там такую немецкую ругань, что Майнхерн нас надули, это же написано не этим автором и так далее. А там у нас-то это наоборот рекламировано, никто этого не скрывал, это рассказывали, Сергей Васильевич выступал на презентациях и так далее. Там ничего этого не было, там они вот выпустили, читайте книгу самого знаменитого фантаста России. Тамошние, это же всё-таки немцы, поэтому тамошние ушло и дотошно читать, всё поняли и начали обсуждать. Естественно, они обсуждали недостоинство книги или недостатки книги. Понятно. Сергей Лукьяненко, бренд уже известный, конечно, с точки зрения маркетинга понятно, почему они это сделали. А для автора не обидно? Да нет, 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 тем более, опять-таки не для зарубежного читателя всё-таки это писал. Как дела с дозорами сейчас? Сейчас много лет дела с дозорами стоят так, что все ждут последний, очередной последний дозор. Он утверждает на это, что это точно последний, но правда так утверждается каждый раз. А как его назвать, если уже последний дозор будет? Он будет называться «Вечный дозор», если я не ошибаюсь. Периодически, кстати, да, он недавно выкладывал в своём блоге, там какой-то отрывочек из него. Меня зовут Александр Гущин, я автор и ведущий программы на Барсе. Очень часто с гостями мы поднимаем тему студенчества, так как для многих это самый увлекательный период жизни. Если честно, для меня тоже. Недавно я написал свою первую нехудожественную книгу под названием «Вечный студент. Как бросить учёбу и поступить в ВУЗ мечты». Это моя насыщенная студенческая биография, автофикшн, если хотите, в которой как-то сами по себе проникли некоторые советы для студентов всех возрастов. Эта книга увидит свет уже совсем скоро и надеюсь, что для многих она окажется полезной или хотя бы интересной. Вы работаете в основном в жанре фантастика, но фэнтези, в какие-то жанры, может быть, соседний, может быть, не знаю, жанр детектив, именно художественные жанры, заглядываете? Не получается. Недавно роман закончил, 4 года на этом работал, фактически 6 лет на самом деле работал, ещё подготовительный этап, ещё редактуру сверху. На днях, скажем так, последние какие-то запятые были ещё раз отредактированы. Пытался его в разных вариантах сделать, например, рассказать одну и ту же историю двумя книгами. Одна книга с элементами фантастики, другая книга – те же самые события, без элементов фантастики. Интересно. Сейчас-то я работаю на детском отделении психиатрической больницы, материал там богатый, интересный, материал и так сам по себе интересный. Надо ли туда ещё элемент фантастики вносить, сверхнеобычного, скажем так, или он сам по себе достаточно. Ну, план написал, как-то не получается. Решил, надо всё-таки объединять в одну, то есть надо объединять в одну книгу. Потом дальше была идея, там ещё интереснее получилось через некоторое время. Начал писать, три раза выкидывал, ну, то есть не выкинул, разумеется, оставил файл, так висеть на жёстком диске, и остался другой файл. Один раз ставил, написано на три четверти уже, то есть второй раз написано на две трети. Сначала возникает смутное такое беспокойство, что что-то как-то вот не глядит, в какой-то момент просто понимаешь, нет, это я дальше писать не буду. Причём спокойно, без надрыва просто так, ну, не получилось. Всё понятно. Да-да-да, начинаем, дальше начинаем, никому ничего не должен, никто в издательство не сдавать, никто не жил сроков, недозор и сроков нет, ничего не боишься и так далее. Работаем дальше. Была идея написать, опять две книги, художественную книгу и книгу такую научно-методическую, что ли, можно так сказать, на основу. У меня не такой уж как большой опыт в этом, всего 7 лет, там, те, кто меня учил, тоже там по 20-30 лет работают. Ну, наблюдение, естественно, есть, приучен делать, наблюдение, обобщение, там, даже лекции в интернете читал, поэтому, ну, надо вот, вот этот материал используют для художественной книги, этот материал используют для книги уже такой научно-популярной, такой методической, не клеится, надо опять соединять. Вот, и весь материал, всё-таки пришлось написать книгу на этом материале, всё-таки с элементами реального. Единственное, что я никогда не применял такого приёма до этого, и что я себе позволил, специально сделал такую концовку, что вот сверхъестественное, что там описано, всё-таки непонятно, это существует на самом деле, или это плод фантазии просто персонажа. То есть, нельзя ли всё свести, просто, опять, просто к отклонениям каким-то, да, психике людей, которые там описаны, или всё-таки это на самом деле существует. До этого не пользовался таким приёмом. То есть, поэтому можно воспринимать это как такой, как и роман без фантазии, ну, как, допустим, «Школа для дураков» Саши Соколова, хотя мне, конечно, далеко до её художественного уровня, которые-то там тоже фантастические, вроде бы есть фантастические элементы, но они описываются от лица ребёнка с отклонений, поэтому просто он так видит, да, на самом деле это есть, или он так видит. Ненадёжный рассказчик. Да, ненадёжный рассказчик, совершенно верно. Ну, есть тогда у меня тоже несколько примеров, опять же, из сериального мира пришло на ум с таким подходом, интересно на самом деле, как вот это назвать? Это профдеформация? Да. В каком смысле? Ну, представьте себе, что вы левша и пытаетесь переучить себя на правшую, а я как раз переученный левша. Я, кстати, даже забыл, я не помню, что меня кто-то переучивал, но просто в какой-то момент вдруг выяснилось, что некоторую вещь левой рукой его по-прежнему проще делать, чем правой. И вот попробуйте в сознательном возрасте себя с левой руки переучить на правую. Что-то будет... Можно же научиться левой рукой писать. Я, кстати, не могу левой рукой писать. Пишу всё равно правой. Тем не менее, неудобно, да, особенно когда начинается хоть какая-то ситуация, которая вызывает напряжение, ты всё равно срываешься на привычный инструмент, которым ты привык пользоваться. Так и здесь, что ты пытаешься это преодолеть, но каждый раз всё равно срывался на привычный тебе инструментарий. Отсюда и забавнее, кстати, вот даже если проанализировать ваш нон-фикшн, издательство «Лефризон», с которым вы работаете, когда вышел писательский учебник, и у вас там вот эта книга в книге, так называемая, она всё равно про фантастику. Да-да-да, она всё равно про... Расскажите про вот этот опыт, кстати. Как у вас вот эти отношения появились с этим издательством? И вот, собственно, про саму книгу. Не так давно мы проводили ванную конференцию. Среди авторов этого издательства она проводится раз в полгода. По словам организаторов, это получилось случайно. Мы её проводили в том самом месте, где вот идея была озвучена, ещё издательства не было, ещё ничего не было, просто вот у доски выступал тогда ещё не главный редактор, который вот будет издательство, да, придумали эту идею. Про автор идеи. Да-да-да, Анатолий Жрачков, поэтому отношение с этим издательством возникло на моих глазах, а не отношение с ним. Ну, понятно, да. Это оказалось тоже нелегко, переучить себя, как ни странно, на нехудожественную литературу, хотя, по-моему, естественно, журналистский опыт. Психологически это тяжелее мне писать, чем художественные книги. Среднему автору издательства Левризонт, вообще, среднему, должно быть наоборот. Эмоции не вставишь, ничего не вставишь. То есть, метафора... Ну, естественно, оно всё прорывается, начинается метафора, начинается... Это помогает, конечно же, да. Творческий приём, в общем, это очень продуктивный творческий приём. Перенос из очень дальних областей. Легко соединить два жанра, которые близки. Ну, допустим, фантастику и детектив. Да, написано, придумать фантастический детектив. Легко. Они близки. Это близкая аналогия. Есть приём продуктивной дальней аналогии. Есть понятие ведущей области, её в творчестве. Его вёл Геннадий Саудович Альчулер, автор «Теория решения изобретательских задач», «Теория развития творческой личности». Там есть такое понятие ведущая область. То есть, область, в которой уже многое... Вы только начинаете, а есть область, в которой что-то уже придумано и много чего придумано. И, соответственно, продуктивно оттуда просто втягивать в свою область и расширять её за счёт вот этих ресурсов. Соответственно, мы писали книгу о том, как писать книги non-fiction, и мы выяснили... Наверное, Марат Нухадьевич рассказывал в этой студии, что мы вдруг выяснили, что таких книг в мире... В мире. Почему-то. Хотя странно. Странно. Мы думали, что... Мы начали с чего мы думали. Сейчас мы соберём материал и просто его вот так вот скомпилируем. Мы думали, что так... Пошибаем так по верхам и быстренько за годик так это всё сделаем. Казалось, что их... Причём на иностранных языках... У нас было два человека с профессиональных перевозчиков с иностранных языков, которые перерыли англоязычный интернет. Они не нашли. А вдруг выяснилось, что нет. Удадеваться. И материал пришлось брать из художественной литературы. Ну, имеется в виду принципы. Пришлось брать из художественной литературы. Ну, адаптируя... Ну, журналистика, понятно же. Ведущая область по отношению к нон-фикшн оказалась фикшн, как ни странно. Поэтому художественная литература всё равно, возвращаясь к начальной мысли, она является ведущей областью. И оттуда начали идеи. И в какой-то момент идеи, что книжки есть по принципу роман в романе, художественные. А не художественных как-то мы не знаем. А там оно напрашивалось. Если мы показываем, как надо делать, мы должны сами показать, что мы это можем... Ну, во-первых, на глазах людей показать, что это работает. Поэтому и пришлось вот учиться копать смысл. Но самое главное, что нужно на глазах у людей эту книгу что-то написать. И вот так и пришлось написать на глазах у людей. У вас, как писателя-фантаста, хочется спросить, вот, допустим, для молодых авторов, не молодых, но начинающих авторов. Наверное, ключевой какой-нибудь тезисный совет, как не бросать свое дело, как вот с писательством связать свою жизнь. Что-то из ваших наблюдений есть универсальное? Это был честный ответ такой, не пиши. То, что он говорит, не пиши, не учись писать и так далее, и так далее. Из всего можно извлечь двойные уроки. Так получилось, что продуктивная часть жизни наиболее... Ну, хочется верить, что она не закончилась, что она еще будет. Но даже сейчас, даже сейчас, чтобы вся продуктивная часть жизни пришлась на какие-то перемены и переломы. Сейчас мы все равно, и до сих пор, и сейчас живем в эпоху... В очередную эпоху... То есть, она не кончается. Она не кончается. Она просто не кончается. Ну, ладно, вот в очередной. Но это не только социальные перемены. На эту же жизнь упали. На нашу... Упали технологические перемены. Для большинства не страшно, для большинства прекрасно, как ни странно. Вот этот тот самый период, это страшно для нас, для авторов. Когда ты вдруг понимаешь, что искусство, которому ты хотел посвятить свою жизнь, морально устарело. Я работаю в морально устаревшем, даже научной фантастики, уже морально устаревший жанр. Можно как угодно творчески подходить к этому процессу, но там нельзя сделать творческого прорыва настоящего. Хочется сделать какое-то, даже что-то связанное с предсказанием будущего, с видением будущего и так далее, и так далее. Это уже не должна быть научная фантастика. Это должно быть что-то ещё не очень понятно. Что мне даже самого интересного, я пытаюсь периодически думать, должно же быть явление искусства, которое сменит научную фантастику. Но новое, слово мне нравится, новое будет на других платформах. Это тема моей диссертации. Да-да-да. Есть же микро ещё, есть микроплатформы, да. Мы как-то забываем... Опять, для нас книга, это вот что-то книга-книга, да. Первым профессиональным писателем в России был Александр Сергеевич Пушкин, который, как известно, заработал-то всего ничего на это. Я ставил долги. Потом появлялись романы с продолжениями, потом появились и так далее, и так далее. В общем, классический роман, непопулярный. Какие-то микро-возможные. Поэтому есть совет молодым, ищите платформу, ищите новую технологическую платформу, на которой можно использовать навыки, в том числе писательские. Я бы сделал так, если бы лет 20-30 назад было возможно, если бы можно было меня туда вернуть. Финальный вопрос у нас традиционный в нашей программе. Аркадий, скажите, вы на данный момент счастливый человек? Наверное, нет. Почему? С одной стороны, мне грех жаловаться. Многие люди всю жизнь ищут любимые дела. Я нашёл даже не одно, а два и даже больше. С другой стороны, это профискажения, как минимум. Их несколько, но одно всегда, допустим, не сделанного больше, чем сделанного. То есть, любое творчество – это на самом деле кладбище нереализованного. И вот такая вот ступенька, скажем так, реализованного, которая в твоих собственных глазах стремительно уменьшается, стоит поставить последнюю точку. Вот такая вещь. Сегодня, говоришь, хочется новое писать, а этого нового всё меньше, 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 меньше. На это новое всё меньше, меньше времени остаётся. Ты уже не напишешь в библиотеку книг. Ну, времени не хватит писать в библиотеку. За жизнь я написал всего 10 пока. Вот что часто не даёт покоя. Наверное, я надеюсь, что ещё книг 10 получат. Вот. Есть к чему стремиться. Есть, да. И есть цель. Это уже для многих – это счастье. Есть куда расти, и это внушает оптимизм. Спасибо вам за беседу. Спасибо вам. Спасибо, что нашли время. На сегодня это всё. У нас в гостях был интересный человек, писатель Аркадий Шушпанов. Ещё раз спасибо. Надеюсь, поговорим ещё. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!